Ну и форма спортсмена сейчас разная. Физическую я имею ввиду, конечно же, потому как Ольга Никитина вот совсем недавно вернулся с Пловдива с бронзовой и золотой медалью, проверяют экипировку спортсмены. Ну и еще можно сказать, что Ольга Никитина представляет ЦСКА, а Валерия Большакова МКФСО. И тренирует ее Дмитрий Глотов и, вы знаете, мой ческа и однофамилец Алексей Попов. Но это не я. 1-0. Слева направо. Никитина сравнивает счет. 1-1. Большакова набирает скорость. 2-1. Без шансов сейчас для Ольги Никитиной. Да, пытался напоймать ног соперницы. Удачно. И следующая атака тоже. Оставится за Большаковой. 1-1. Здесь слева направо Никитина. Вот, несмотря на обилие обоюдных фонарей, которые есть в пицце, атаки-то чистые. Вот только я это сказал, вы увидели мы одновременные. Атакует Ольга Никитина. Парапрепост не получился у Большаковой. Наносит удар. 2-3. Ну, вот, кстати, интересно, что Ольга Никитина... Многие юниоры выступают по двум календарям, по юниорскому и по-взрослому. А вот Ольга Никитина нет. Она выступает только по юниорскому. Она сосредоточилась в этом сезоне на юниорских соревнованиях. Единственная выступала на всероссийском турнире сильнейших и на Кубке России по-взрослым. Ну и вот, видите, удачно довольна Кубок России. Она выиграла. И сейчас в чемпионате России 3-5 уступает Валерии Большаковой. Никитина четвертый удар наносит. Да, Валерия Большакова прошла, в общем-то, весь взрослый календарь. Сейчас я вот смотрю... Просит видео Ольга Никитина. Была спорная ситуация. Я вот смотрю, смотрю, и вы знаете, Валерия Большакова поднимется на второе место во всероссийском рейтинге после этого. Даже в случае поражения от Ольги Никитиной она наберет 39 очков и обойдет спортсменок, которые были перед ней. Ну, Яну Ягорян, конечно, не доставит. Там Космос до нее, но на второе место Валерия Большакова поднимется. Ольга Никитина 20 очков имела. Тоже, конечно, поднимется. Войдет в десятку абсолютно точно. Ну, а может и повыше даже. Считать там сейчас пока не буду. Вы все увидите. Изменения происходят достаточно быстро в нашей системе отбора. Сложный, видимо, эпизод для судейства. И все-таки отдает Николай Хозин преимущество Валерии Большаковой 7-4. Да, не стал менять решение. Разновременные атаки. И снова вместе выходят спортсменки. Парад, ответная Никитина. Ох, как Валерия уже пыталась. Да, ударила очень сильно, но извинилась. И потом, на всякий случай, еще раз так подняла руку, извиняясь, что так сильно ударила. Ольга Никитина. Большакова в дистанцию, но великолепно встречает Никитина ее. А таким рапирным приемом, выпадом, нанесла укол. Парад, репост, чисто. 7-6. И снова на тот же трюк попадается Валерия Большакова и уходит на перерыв. Ольга Никитина с преимуществом. 8-6. Да, Никитиной, мы уже сказали, что ей 18 лет. Но фехтование у женщин, особенно фехтование на саблях, нередкий случай, когда совсем юные спортсменки добивались успеха. Кстати, даже на недавнем первенстве мира среди юниорских кадетов произошел необычный случай. Мексиканка Мария Бателья в кадетском турнире заняла третье место, уступив нашей Алине Ключниковой в полуфинале. А затем на юниорских соревнованиях неожиданно взяла и выиграла турнир. Ну, а был один случай, он произошел в 2006 году, когда американка Ребекка Варт стала чемпионкой мира и среди кадетов, и среди юниоров, а потом и среди взрослых. Вот ей только среди ветеранов не хватало победить в том году, но это было, конечно, невозможно. 17-летней американской фехтовальщицы. Ну, больше таких результатов пока не было. Возвращайтесь, Влад Семенкин, на дорожку. 8-6. Конечно, перед перерывом Ольга Нигитина такой темп набрала хороший. Несколько красивых ударов нанесла подряд. Вот сейчас тот темп спит, конечно, уже. Посмотрим, как продолжится поединок. Слева направо продолжает набирать очки Ольга Никитина. Наши болельщики кто-то поддерживает Никитину. Сокращаем отставание. О, снова чистый красный фонарь. Мы видим 10-7. Парад репост в исполнении Ольги Никитиной принес ей удар. А вот в атаке сейчас она промахнулась. Большакова восьмой удар наносит. Никитина, защита, ответ. Да. 11-8. Парад репост в исполнении Ольга Нигитина проваливает ответ на Никитина тоже. Слишком долго собиралась. И Валерия сократит разрыв в счете. 11-9. Слева направо. 12-9. Одновременно. Но только Никитина так уверенно движется ко второму Арзамасскому золоту. Давайте пока пауза. Еще раз напомню, что завтра командное соревнование и финалы в 16 часов у мужчин, в 17 у женщин. Но перед этим, наверное, и поединок за третье место мы успеем тоже показать. Это я имею ввиду с комментарием. А вот так поединки на цветных дорожках вы сможете увидеть раньше. Ну и сейчас, по окончании этого боя, будет церемония награждения у мужчин и женщин, интервью. Все как всегда, все как вы привыкли. Уже надеюсь. Смотрите. И 13. Да. Уже на три удара вперед. Артем Убрамян предлагает сделать ставки. Но Артем уже поздноват как-то. Был бы счет 0-0, было бы интереснее. А сейчас 14-10 в пользу Ольги Никитиной. Один удар ей остается до того, чтобы впервые стать чемпионкой России в 18 лет. Вот она его наносит. Артем Убрамян, 15-10. Счет такой же, если не ошибаюсь. Да, да, да. 15-10, как и на Кубке России. Поздравляем Ольгу Никитину. Поздравляем Валерию Большакову с серебром. Ну, а Полина Студничук и Анна Башта будут награждены бронзовыми медалями. Я еще раз благодарю всех тех, кто помогал нам здесь работать. Трансляция организованная Федерацией фехтования России с компанией ТСМ. Режиссер Валентин Шильников. Желаю удачи моему коллеге Денису Мельничуку, который будет здесь работать и завтра, а также потом на чемпионате Европы среди юниоров. Ну и сегодня он еще с вами не прощается. А я, Алексей Попов, говорю вам до свидания. Всего доброго и до новых встреч.